Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Недавно я играл на сайте Лидеров в турнире. Мне легко удалось занять первое место. Я проиграл всего лишь одну партию. Мой соперник применил интересную систему игры в гамбите Кукуева, которую я сегодня хочу поделиться с вами. Я играл белыми, мой соперник черными. В партии было CD4, FG5. Я поставил тычок. Черные временно жертвуют шашку ходом GF4 и нападают сразу же на две. Возник дебют гамбит Кукуева. Белым правильно отдавать шашку именно таким образом. Ну и здесь есть два хода. Либо HG3, либо FF3. Я сыграл в партии FF3. У черных здесь также есть несколько ходов. Можно BA5 сыграть, DE7 или CB4. Мой соперник ответил CB4. Далее в партии было EF4, BA3, BC3, BA5, HG3, AB6. И на ход GH4 здесь обычно играет BC7 и на GF2 DE7. Возникает закрытая система гамбита Кукуева. Я много раз разбирал эту позицию. Но мой соперник удивил меня и сыграл здесь DE7. Здесь я по инерции сыграл GF2 и мой соперник ответил FE7. Я ответил DE3. Получается позиция похожая на те системы, которые я разбирал. Но здесь все совершенно по-иному протекает игра. То есть черные сыграли BC5 и я понял, что я проигрываю эту партию. То есть я в партии сыграл AB2. Но обратите внимание, что белые уже не могут сыграть и в G3, как-то колоночку создать, потому что черные здесь нападают. Ну и надо закрываться, иначе черные грозят выиграть шашку. На ход CD4 они играют CB4. Ну и здесь у белых единственный ход ED2. EF2 здесь уже проигрывает из-за комбинации. Простенькая комбинация. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти ее за черных. Черные отдают одну шашку. Затем вторую. И затем шашка превращается в дамку и бьет уже как дамка. Белые ставят дамку, но она тут же ловится. И черные легко побеждают. То есть в этой позиции остается играть только EF2. На AB2 играем BC3. Ну и на CD2 тоже BC3. И неминуемо попадаем на поле C1 в дамке. После хода EF2 черные играют CB6. Выжидают. Ну и у белых единственный ход остается на жертвовать шашку. Затем они играют ED6. Ну здесь есть выигрыши после BC5. Двойного размена постепенно черные выигрывают. Мне кажется более простой выигрыш после хода BA7. Теперь, если белые меняются таким образом, играем GF6. Ну и затем либо FE5, либо FG5 с легкой победой. Если же белые... Ну видите, грозит угроза BC5 отдать одну, выиграть две шашки. Если же белые играют DE7, тогда размениваемся таким образом. Ну и после хода GH4 разменяемся вперед. Затем следующим ходом разменяемся еще раз. Ну и черные легко побеждают за счет лишней шашки. Поэтому в этой позиции я сыграл не FG3, а B2. И мой соперник здесь сыграл CB4. Тут я понял, что проигрываю партию. То есть видите, я закрылся. А вот такой размен был невозможен. Потому что здесь черные легко выигрывали. То есть они связывали мою позицию. Ну и в дальнейшем, допустим, на ход FG3 они могли... Ну даже сперва в этой позиции сыграем CB6. А если белые сыграют FG3, тогда сыграем EF6. То есть в этой позиции, видите, после такого хода возможно жертва. И еще ход DC5. Белые могут как-то еще посопротивляться. Поэтому в этой позиции лучше сперва сыграть CB6. Ну если FG3, тогда уже связываем позицию белых. Ну и белым тут некуда ходить. То есть на единственный ход ED6 можно провести сперва вот такой размен. В эту сторону бить нельзя. Иначе черные останутся с двумя лишними шашками. Поэтому белые бьют сюда. Черные проводят такой размен. Ну и спокойно забирают шашку. Остаются с лишней шашкой и легко выигрывают. Поэтому в этой позиции мне пришлось закрыться. Мой соперник напал. И белые в Цукцванге. То есть как бы они ни ходили, везде плохо. Вот будь ход черных, тогда бы белые разменялись на поле E5. И у белых не было бы никаких проблем. Но ход белых и им получается надо жертвовать. Я сыграл HG5. Обратите внимание, что ход ED4 был невозможен. Из-за того, что черные проводили комбинацию. Двойную еще. То есть можете поставить видео на паузу. И попытаться найти выигрыш за черных. Черные отдают одну шашку. Затем вторую. И затем бьют. Три шашки соперника. Попадают в дамки. Белые вынуждены ставить дамку. И черные проводят второй удар. То есть ловят дамку. И затем бьют по большой дороге. И легко выигрывают. Поэтому в партии мне пришлось пожертвовать шашку. Но здесь черные легко выигрывают. То есть бьем на поле H4. Ну и на единственный ход ED4. Черные сыграли CB6. Не давая ED6 из-за банального BC5. Поэтому мне пришлось сыграть FE3. Черные сыграли BC7. Ну и все. Я тут сдался. Белым просто некуда прилично пойти. После турнира я стал анализировать данную позицию. И выяснилось, что после хода GF2. Черные практически во всех вариантах форсированно получают огромное преимущество. И скорее всего даже побеждают во всех вариантах. То есть так играть очень плохо. То есть в этой позиции вообще надо было играть лучший ход DE3. То есть на что рассчитан этот ход. Теперь черные не могут сыграть FE7. Из-за того, что белые отдадут одну шашку. Затем вторую. И попадут в дамки. То есть из-за такой простенькой комбинации. Меняться таким образом, либо таким образом за черных пассивно. Они получат плохую позицию. Поэтому у черных практически единственный ход. BC5. И в этой позиции также после любого хода черные захватывают преимущество. Но здесь есть очень хитрый ход. HG5. В одном из вариантов Гамбита Кукуева в партии против израильской шашистки Зинаиды Александровой я разбирал похожий вариант. То есть там белые тоже обязаны сделать единственный ход HG5. Но после этого они захватывают преимущество. На что рассчитан этот ход? Теперь черные не могут сыграть FE7. Из-за разгромной комбинации за белых. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти комбинацию за белых. Белые играют CB4. Отдают одну шашку. Затем ED6. Отдают еще две шашки. И скромно играют CD2. Черные обязаны бить. И белые попадают в дамки. Дальше продолжают бить уже как дамка. Снимаем за гребущими руками четыре шашки соперника. Черные бьют. И белые бьют дамкой. И легко побеждают. Поэтому в данной позиции у черных есть только два хода. Хороших CB4 и CD6. После CB4 белым надо играть GF6. Иначе, видите, черные после размена грозят сыграть FE7 и выиграть шашку G5 висящую. Поэтому надо играть GF6. Ну и после размена здесь черные достигают ничей. То есть, меняемся таким образом. Бьем на поле G3. Белый на оставить дамку. Ну и черным лучше всего разменять дамку. Таким образом и на нападение играем либо FE7 и HG7. Либо скидываем шашку. Ну и также играем FE7. Позиция равная. Если же в этой позиции черные играют таким образом, меняются на поле D6, тогда у белых есть два хода. Либо GH2, либо GF2. Если белые играют GF2, тогда черным уже необходимо проводить вот такой удар. Отдали две шашки. Побили две. Побили. Побили. Ну и возникает равная позиция, которая скорее всего закончится ничьей. Если же в этой позиции черные не проводят удар и играют FE7, тогда белые здесь захватывают преимущество. Теперь они играют FG3. Ну и здесь уже удары за черных будут плохие. То есть, на такой удар белые уже побьют в дамки. И после того, как черные побьют на поле H2. Ну, допустим, побили сюда, сюда. Белые останутся с лишней шашкой. Ну и кроме того, черные не могут поставить дамку, так как она будет тут же поймана в петлю. То есть, черным надо ловить дамку белых. Но белые здесь легко побеждают. Например, тут есть много выигрышей. Ну, мне кажется, самый простой это EF4. Ну и в ответ на постановку и дамки играем даже FE5. Можно выиграть даже таким образом. То есть, белые сохраняют две лишние единицы и должны победить в этой позиции за счет обладания большой дорогой. Поэтому у черных в этой позиции единственный ход GF6. Тогда закрываемся. И снова единственный ход FE5. Теперь белые играют GF6. То есть, не давая побить назад из-за простого ударчика, и белые попадут в дамки и легко выиграют. Поэтому черные обязаны бить на поле G3. Белые попадают в дамки. И черные играют GH2. В этой позиции у белых большое преимущество. То есть, играем EF4. Не давая ставить дамку из-за банального EF2. Ну и куда бы черные не побили, у них проигрыш. Поэтому после этого хода черным надо нападать. Единственный ход. Ну и белые играют либо дамкой на поле F6, либо HG5. Ну и владеют преимуществом в этой позиции. То есть, они грозят следующим ходом отъесть шашку D6. Поэтому черным лучше всего сыграть DC5. Ну и белые продолжают давить на позицию черных. То есть, играют, допустим, таким образом. И черным надо ставить дамку. Поставили дамку. Белые ставят дамку на поле B8. Ну и черным здесь надо играть CB4. Единственный ход. Теперь белые играют... Так, друзья, прошу прощения. Так как раз плохо играть, так играть нельзя, потому что белые выигрывают. То есть, после размена дамка черных попадает в западню и белые легко побеждают. Поэтому в этой позиции не надо ставить дамку. Надо нападать таким образом. Ну и после размена черные не могут поставить дамку, так как она будет тут же поймана. Но у черных есть ход AB4, очень сильный. И сильнейшее продолжение за белых это ход ED4. Ну и как бы черные не играли, белые здесь получают Эншпиль с преимуществом. То есть, если играют AG7, белые остаются с лишней шашкой. Если черные, допустим, проводят вот такой удар, то здесь у белых есть небольшие шансы на выигрыш. То есть, они могут, в принципе, провести все три шашки в дамке и за счет обладания большой дорогой попытаться выиграть эту позицию. Ну и наконец, если черные проводят вот такой удар, в эту сторону будет бесполезно из-за БЦ3. Надо бить сюда. Теперь черные проходят дамки. Белые тут же уловят дамку черных. И в ответ на постановку дамки играют AG7. Ну и также у белых здесь Эншпиль с небольшим преимуществом. Поэтому в этой позиции, друзья, на ход либо GF2, либо GH2. Лучше всего играть вот таким образом, проводить удар. Ну здесь у черных равная игра. Здесь вы ничем не рискуете. То есть, друзья, в этой позиции, как бы белые не играли, то есть, GF2, AB2, EF2, все примерно сводится к тому, что черные затем сыграют BC5 и подвяжут центр белых. Поэтому так играть плохо. Еще хочу отметить, что после хода GF2 и хода FE7 в этой позиции после хода DE3 и BC5 не проходила комбинация за белых. То есть, белые могли провести вот такую комбинацию. Отдать две шашки. Надо бить на поле G1. Затем... Так, прошу прощения. Сперва отдаем одну шашку. Затем еще две. Надо бить на поле G1. Ну и затем белые играют CB2. И проводят вот такую комбинацию. Шашка попадает в дамки. И затем продолжает свой удар как дамка. Эта позиция проиграна. Здесь есть выигрыш. После GH2 здесь какие-то есть шансы у белых. То есть, они могут захватить нижний двойник и как-то попытаться провести свои шашки в дамке. Поэтому в этой позиции лучше всего разменяться вот таким образом. Даже не выигрывают шашку. Затем черные проводят вот эту шашку в дамке. Затем эту. Ну и легко должны победить. Белые, видите, здесь не могут провести свои шашки в дамке. А черные проводят три дамки и выигрывают. Вот так вот, друзья, благодаря проигранной партии я стал обладателем чужого шлифа. Ну и вы вместе со мной. Предлагаю вам поставить большой палец вверх и подписаться на канал, если вам понравилось данное видео. Поддержите мое творчество. Можете поделиться этим видео в соцсетях. Пишите ваши комментарии, задавайте вопросы. Если что-либо не ясно, отвечу на все вопросы. Друзья, давайте воевать только на шахматной доске. Играйте много, играйте честно. Увидимся на шашечных баталиях. До свидания.